Пятеро в поле, трое в запасе. К матчу против Волги Промаресурс Каймана, действующий чепно Ульянска по мини-футболу клуб Симбирско-Берхов подошел с жуткими кадровыми потерями. К уже давно неиграющим Марату Сафину и Алексею Цыганцову добавились Сергей Гуров и Станислав Лапшин, также пропускавшие поединок по разным причинам. Никто не хотел проигрывать. Каждая команда хотела выиграть каждое единоборство. Из этого и складывается игра. С подобными кадровыми проблемами к матчу, в котором во многом лишалась судьба серебряных наград чемпионата, подошла и Волга. Ее основной галкипер Дмитрий Красильников отбывал дисквалификацию за удаление в проигранном поединке контактору. Из-за сотрясения не вышел на площадку форвард Иван Кузнецов. Приболел Дмитрий Рахманов. Однако коллектив своего победного вектора не менял даже в мыслях. У нас задача каждую игру выигрывать. К сожалению, мы оступились с контактором. У нас задача была все игры выиграть. Первое место было в нашем кармане. Но, к сожалению, оступились. Сейчас у нас задача все игры выиграть. Может быть, осечка будет у мобирейта и, дай бог, может, золотые медали. Место в воротах Волги занял Константин Баранов. Это была его первая игра в мини-футбольном сезоне. Чтобы огорчить нового вовского галкипера, Сибирску хватило трех минут. Это Руслан Тутаев аккуратно слева пробил в дальний угол. Правда, к тому времени горожане уже проигрывали. Минуты раньше счет матч открыл Радик Хайрулов. Быстрые ранние голы настроили на результативный футбол. Однако в оставшиеся до перерыва 22 минуты команду игру засушили. И на тракт ушли при счете 1-1. Все здорово, ребята. И доигрывайте до конца. Только до конца опять. Будьте чуть-чуть повнимательнее. Что вы такие скованные? Кого вы боитесь? Сами себя, если только. Давайте решение принимаем правильно. Разные перерывы, разный настрой. На второй тайм обозленной вышла только Волга. И вот уже ради Хайрулов с передачи Аната Саддинова снова уводит свою команду вперед. Соперник словно в ступоре и нога фалит. В 40-й минуте у Сибирска перебор нарушений. И судья назначает дабл-пенати. Калкипер-граждан Денис Андреев парировал мяч после удара Хайрулова. Но не успел вратарь дух перевести, как Саддинов после короткого паса вплатил мяч под перекладину. 3-1. Волга оторвалась на два гола. Мы только закончили сборы. Команда уставшая. Это не должно, конечно, сказываться. Но я считаю, что когда мы посадили команду соперника на 5 фаллов, судьи искусственно набрали также 5 фаллов в нашу сторону. Дали два дабла, которые спорные. В концовке матча страсти на площадке накорились до красна. Не выдержали нервы у Купитана играющего тренера Волжан Рината Аитова. Опытный его в течение нескольких секунд получил сначала желтую карточку, а затем и красную. Оставил свою команду в меньшинстве. Один из немногих, кто сохранял ход на крови в составе Волжан, был голкипер Константин Баранов. Две его дуэли против Евгения Садюхина, по сути, решили исход матча. Сначала флорвард реализовал дабл-пенальти, сократив счет до минимума. А вскоре, когда Сембирж получил право еще на один дабл, голкипер сыграл отменно, сохранив для своей команды победу. 3-2. Здесь все выкладывались. Притом еще матч был важный, как мне сказали. То есть здесь просто, не знаю, убивали, можно сказать. Ну, такой жесткий футбол был. Было много единоборств, старались не проиграть. В каждый момент доигрывали. Ну, немного не хватило ни везде, не думаю. Все-таки в конце не доиграли немного из-за этого. Из-за таких мелочей, видимо, сложился результат. На минувшей неделе «Кристалл» сыграл дважды. Сначала «Кристалл» обыграли «Динамо» 6-1, а затем и «Вертер», которому в этом чемпионате уже ничего не светит. 7-1. Зато остальные игры тура прошли куда более упорно. «Контактор» хоть и пропустил первым от погоды, потом забил дважды и победил. С таким же счетом 2-1 праздновал победу и лидер «Мобирейт». Однако «Авангард» играл очень достойно и заслуживал как минимум мячу. Один из «Мобирейтовских» мячей на счету Вячеслава Прибылова. Лидера бомбардинской гонки он еще больше упрощил свое преимущество в списке «Голиадоров». Все его преследователи в минувший игровой день пушки зачехлили. В турнирной таблице лидерство «Мобирейта» очень внушительно, однако у преследователей как минимум на игру меньше. А это значит, что они вправе рассчитывать сократить отставание. «Контактор» благодаря личной победе уже теоретически обошел погоду, но эту теорию нужно еще доказать на практике. К «Вертеру», который уже давно распрощался с мечтами о Суперлиге, присоединился и «Симкор». Некогда симпатичная по игре команда, дважды завоевывавший бронзу чемпионата, в следующем сезоне сыграет в высшей лиге. Следующий 15-й тур пройдет 25 и 26 февраля. Центральный матч в расписании «Волга против Погоды». Вот уж действительно командам нечего терять. Волжане, похоже, на несколько туров потеряли из-за дисквалификации галкипера Дмитрия Красильникова и своего капитана Рината Аитова. А у Погоды предстоящий поединок – последний шанс не выпустить из борьбы за медали. Ждем открытого мини-футбола. Редактор субтитров А.Семкин